Ассалям алейкум, дорогие друзья, с вами снова я, Злой Киргиз, канал ЭТОН-ТВ, Александр Ронкин. И со мной сегодня в программе «Азия. Большая игра» Мой постоянный соведущий, Давид Иргельман, которого с некоторого времени мы называем «Добрым Бухарином». «Парцем». «Добрым парцем». «Бухарин» – это что-то другое. Да, это был такой некий персонаж в советской истории, да, я помню. А с нами сегодня наш гость. Давид, пожалуйста, представь нашего госта. А казахский политолог, Толгат Калиев, его регалии, степени, должности, биографии, если я буду представлять, это займет не одну программу, это очень долго. Поэтому я скажу, что только политолог, ну и мой друг. Поэтому я, собственно говоря, не буду скрывать, что мы хорошо знакомы. И вот я помню, в прошлом году с Толгатом мы гуляли по улицам Алматы. У нас был семинар, который проводил институт, который возглавляет Толгат, институт прикладных этнополитических исследований. И Толгат сказал умную мысль, которая мне понравилась. С Толгатом иногда такое бывает, редко, правда, но бывает. Вот он сказал, что одна и один из главных конфликтов и сегодняшнего Казахстана. Казахстана и всего постсоветского пространства – это конфликт между элитами и остальным населением. Потому что есть элиты, которые возникли вроде из ничего, ну так, из грязи князи, которые считают, что им закон не писан. Ну и они могут делать все, что угодно. И рано или поздно они натыкаются на какие-то преграды, такое бывает. И вот сейчас в Казахстане потрясает дело Бешимбаева. Экс-министра, большого человека, который в ресторане забил насмех... Пожалуйста, еще раз, было небольшое зависание, который в ресторане сделал что? Забил насмех свою гражданскую жену. Вот, собственно, я узнаю новости этого дела из аккаунта Талгата, который об этом много пишет. Смотрю другую прессу. И Талгата, что происходит в этом деле? Почему оно так, ну, так важно для Казахстана? Господа, только прежде чем Талгат начнет отвечать, я бы хотел напомнить нашим зрителям, чтобы они не забывали ставить лайк и подписываться на наш канал, писать комментарии. А также, если есть такая возможность, помогали каналу материальным, для этого прямо под этим видео есть кнопочка «Суперспасибо». Талгат, извините, что я задержал вас этим корыстным высказыванием. Прошу вас, так что же произошло? И почему это событие вызвало такой большой резонанс? – Добрый день. Мне показалось, что вы тоже смотрите судебный процесс, потому что примерно так он у нас и проходит в онлайн-режиме. До тех пор, пока дойдем до самого интересного, проходит очень много-много-много разговоров разных. Это в онлайн-режиме целый день, ежедневно, идут обсуждения доказательств, показания свидетелей, показания самого подсудимого. И надо признать, что общество реагирует очень болезненно, поскольку все настолько эмоционально, глупо переживается. Это в самом деле, в самом деле, это можно назвать, наверное, кульминацией поведения, как называемых, мажоров. Это вообще поведение неприятностей. – Ты можешь в двух словах сказать, что произошло? Потому что я думаю, что в отличие от нас, мы не все смотрели за новостями. В целом, все выглядело достаточно просто. Мы с женой поссорились после концерта, вернее, ушли из концерта, затем прошли в ресторан, который находится в пешей доступности. Дальше эта ссора продолжалась, и, как видно на видео, он ее избивал. Ну, в конечном итоге, на следующий день, вечером, уже буквально через сутки, после того, как они вернулись, они вызвали скорую помощь. Скорая помощь констатировала, что труп образовался до прибытия скорой. И в конечном итоге, сейчас, он говорит, он не давал показаний на жение многих месяцев после задержания, отказывался от дачи показаний, ссылаясь то на болезнь, то там еще на что-то. И сейчас, он, видимо, подготовился основательно, теперь, по его версии, она упала сама, дважды ударил с головой об унитаз, в результате чего образовался москольчатый перелом части черепа. Затем, множественные гематомы, внутричерепные, множественные повреждения кожаных тканей. Ну, там на человека просто не было лица. Да, вплоть до того, что там же эксперт говорил о том, что были следы удушения. Удушение настолько основательного, что если бы не было всех этих гематом, то он бы констатировал смерть от удушения. Я правильно вспомню, я опять-таки, смотря много новостей противоречащих друг другу, он ее убивал 8 часов подряд. То есть это... Что-то около того, да. Здесь этот конфликт развивался достаточно долго, продолжительно. Она закрывалась от него в туалетной комнате, он выбивал дверь. Ну, там очень много того, что не попало на видео. На видео попало только то, что происходило в холле. А в холле он ее таскает за волосы, сбивает ногами. Она еле стоит, прислоняет ее к стене. Она очень плохо стоит уже на ногах, видимо, в результате всех этих ударов по голове. Ну, и последняя, так сказать, вишенка на торте. Он в суде, когда его спросили, почему он не вызвал скорую помощь, он сказал, что он позвонил знакомой... Ясновидящей. Знакомый... Он утром позвонил ясновидящей, и она сказала, что к вечеру она проснется, и все будет хорошо. Это высший министр... Меня от сердца отлегло, и я перестал беспокоиться. Это высший министр экономики. Это можно понять, почему принимались такие экономические решения, да? Какой Лукик руководствовался. Но при этом человек обладает дипломом выпускника Джорджа Вашингтона в университете, по-моему, и... Ну, еще... У него там два диплома, полученные одновременно. Казахстанский и Американский университет. При этом один университет в Казахстанске возглавлял его отец. Календарно учился в обеих в одно время. Почему это дело стало таким резонансным? Потому ли только, что это министр, хотя и бывший? Потому ли только, что он из семьи, такой очень видной семьи в Казахстане? И насколько такие случаи... То есть, тут фактически два вопроса. Почему оно такое резонансное дело? И насколько такие случаи сегодня, извините за выражение, характерны для Казахстана? Или не характерны? Потому что мы знаем, допустим, что для некоторых регионов России то, что произошло в этом случае, совершенно заврядная история. Ну, там, возьмем Санкт-Петербург с его постоянными расстрелёнками и так далее. Так почему столько внимания привлекло к себе этот процесс, что он даже идёт в прямом эфире? Ну, тут два фактора. Первый – это непосредственно персона самого Вишимбаева. Мало того, что он бывший министр, мало того, что он, так называемый, мажор, скажем так, он ещё и был осужден несколько лет назад за коррупционное правонарушение и осужден на 10 лет. Но спустя менее двух лет его президент помиловал перед своим уходом и освободил из места заключения. Если бы сейчас... Можно вопрос по ходу? А сколько ему сейчас лет? И в каком возрасте этот... Сейчас ему, по-моему, был министром? Чуть более 30 лет было ему так. Сейчас ему, по-моему, 42. Ну, вы говорите, он очень хорошо и очень молодо. Да, так продолжайте. Насколько такие случаи сегодня характерны или не характерны для Казахстана? Нет, я бы не назвал это прямо характерным, но в то же время у нас был случай, когда муж зарезал жену. Недавно был случай, когда мужчина увёз своих детей от бывшей жены и убил их в отместку из-за что-то. И эти случаи вызывают большой резонанс, именно потому что в целом для казахского традиционного общества это не характерно. И уж бытовое насилие в таком совершенно уже холодящем душу в виде тем более не характерно. Вопрос такой. Ведь это большая часть вещей проходила в ресторане. То есть в общественном мире. Я понимаю, что ресторан принадлежит семье. Посетителей в это время не было. Это происходило в ВИП-зале. И персонала тоже в принципе не было. Там в это время происходили какие-то ремонтные работы. И маляр как раз давал показания о том, что он находился снаружи помещения и слышал. Но проблема в том, что в целом персонал знал, что между ними периодически бывают конфликты. О том, что он занимается рукоприкладством. И владелец ресторана из владелец ресторана. Ему персонал не может сделать никаких замечаний. А второй фактор бы... Нет, я хотел продолжить. Почему именно вызывать такое внимание? Потому что еще, ну знаете, была советская практика неприкасаемых детей-мажоров. Начиная с Галины Брежнева и двигаясь дальше по вертикали. Везде, в каждой области были вот такие вот сынки или дочки, которые позволяли себе все. И в Назарвайский период это каким-то образом перешло и на новую элиту суверенного Казахстана. И это продолжалось. Такие скандалы докатывались периодически. О том, что то один там сынок с охранниками избили посетителей клуба там ночного. Или же еще один был такой персонаж Усенов, который на автомобиле пьяный за рулем въехал в остановку, где стояла группа его сверстников. И там образовалось несколько трупов. И за примирением сторон его освободили от наказания. И потом опять его встречали пьяным за рулем, еще что-то было. И он был таким наиболее громким персонажем. А теперь вот появился Бесимбаев. То есть каждый раз, ну, каждый новый случай становится все более страшным. И поэтому сегодня, когда население выступает по этому поводу, высказывается, то в первую очередь это потому, что это бывший министр, осужденный за коррупцию, но освобожден. Если бы его не освободили, то этого рецидива не было бы. Но он бы сейчас еще находился в местах лишения свободы. А второе, потому что в целом вот этому беспределу пора положить конец. Если уж президент Такаев провозглашает справедливость и справедливый Казахстан, то справедливый Казахстан должен начинаться вот именно с таких вещей, когда не будет неприкасаемых. Ну и третье, потому что сейчас обсуждается закон об бытовом насилии. У нас в какой-то степени вот эти случаи участились, когда бытовое насилие было декриминализировано. Раз это было уголовное статусе. Раз об этом и хотел спросить, да. И вот сейчас закон принимается, и здесь будет уголовная ответственность за факты бытового насилия. Понятно. Я думаю, что тут, кстати, одна из вещей, что вот это дело, именно внимание, именно суровость, оно свидетельствует о казахском обществе гораздо лучше, чем можно подумать. Все видят только дикость Бешабаева, но именно реакция общества и так далее показывает, что я, допустим, думаю, что в соседних центрально-азиатских республиках ни такого скандала, ни такого дела вокруг этого случая бы не было, просто бы не было бы. Но тут, во-первых, это более развитое общество, более сильная блогосфера, СМИ и так далее. Ну и казахская женщина, которая совершенно другое вещь, чем, допустим, женщины из соседних республик. Это как я Талгату когда-то говорил, он мне сказал, ты же не знаешь, я говорю, как я не знаю женщины из Азии, он мне говорит, ты не знаешь из своей Бухары, ты не знаешь из Казахстана, ты не знаешь, что казахская это совершенно другое. Ну вот это, есть в этом что-то. У меня другой вопрос. Талгат, ты в своем фейсбуке много пишешь на тему линия защиты Бешимбаева, которая вызывает отвращение, поражает, ну почти как его преступление. Можно немножко об этом? Ну, линия защиты достаточно простая. Она выстроена на... Сама Дура виновата. Да, на очередной личности погибшей, причем здесь ей приписывается и алкогольная зависимость, и одновременно психическая неустойчивость, и сразу же склонность к манипуляциям, и ревность, причем ревность неоправданная, неприкрытая, безграничная какая-то, с элементами преследования, и бытовое насилие. То есть она сама его била, и у него были якобы регулярно телесные повреждения. Типа она мне ставила синяки. И здесь... То есть он жертва, да? Да, якобы он жертва... Но, знаете, это выглядит так, как будто он таким образом тестирует общество, а в какой момент оно вдруг скажет, ну да, ну за такое, конечно, убивать надо. Чтобы он ни говорил, в любом случае это не оправдывает совершенного им. Ну и одновременно идет линия такая, что она сама умерла, а те побои, которые причинял он, они не имели такой роковой роли. Долгат, а можно чуть-чуть, я в своем опросе сейчас отойду в сторону. Вот скажите, соседние исламные республики в Кыргызстане в последнее время, вот как бы уже после того, как Кыргызстан стал независимым, вдруг стали возрождаться такие явления патриархальные, как похищение невест. Об этом очень много говорят в Кыргызстане и пытаются с этим как-то бороться с переменным успехом. А есть ли такое явление, какие-то хотя бы намеки на такое явление в Казахстане сегодня? Ну, за Кыргызстаном я не слежу и не могу сказать точно, если там такое сейчас, но у нас похищение невест, похищение невест всегда носило такой условно-договорный характер. В первое время классические похищения невест совершалось, когда родители были против, а девушка согласна. А второй вариант, когда все согласны, но хотят сэкономить на... У нас ведь приходится проводить две свадьбы со стороны невесты и со стороны жениха. И в случае похищения сторона невесты свадьбу уже не проводит. Это масштабный той на большое количество участников с гигантскими затратами и там с огромным объемом ритуалов с разного рода протокольных. И вот это вот... Условно такая договоренность была когда... И так, наверное, возможно до сих пор и делается где-то. Но в целом, мне кажется, сейчас это у нас уже... Если в таком вот жестком виде, когда без согласия невесты, я думаю, что это исключено в принципе. И... Понятно. И еще один вопрос. А вот скажите, то, что вы к этому преступлению, которое мы обсуждаем сегодня, привлечено такое пристальное внимание прессы, и более того, как я понимаю, на него обратил внимание и сам президент Казахстана, не значит ли это, что его как бы заведомо приговорили, если сам президент как бы поручил, что вольно или невольно как бы подозревает интерес к этому делу? Ну, там рассматривалось сейчас тут притяжно. И... Входит это в онлайн-режиме, поэтому я не думаю, что здесь каким-то образом будет нарушена беспристрастность. поскольку... Ну, знаете, многие, наоборот, возмущаются мягкостью судей, которая позволяет по-судимому вести себя так нагло, использовать различные манипулятивные техники, отвечать, избегать ответов и отвечать... Ну, именно использовать манипулятивные ответы. Когда задан один вопрос, а он пытается ответить совершенно другой. Тут идет подмена понятий, подмена смыслов. Ты на своей странице ну, это просто оценочно, да? Достаточно высоко оцениваешь его манипулятивные навыки. А в чем они заключаются? Ну, это прямо очевидно, причем внедренные им нарративы работают на самом деле. Он, допустим, внедряет нарратив такой, что она вот... У нее была алкогольная зависимость, хотя ничем это никак не подтверждается. Кроме того, что там есть у нее где-то в Инстаграм фотография с бокалом вина. Вот. И вот, типа, она была очень зависима, она постоянно пила, поэтому он ее бил. И огромное количество женщин в Фейсбуке начинает выступать с флешмобом. Я пью, но это не пол, я его убиваю. То есть никто уже не оспаривает его слов о том, что он своим внедрением нарратива он использует своих противников для его ретрансляции. Затем, допустим, там было в одних показаниях, что он забрал ее часы и выкинул в окно. И он вдруг говорит, что она их сама потеряла. Причем, вот, начинает в деталях расписывать, как бы она потеряла их во время отдыха на Бали и так далее. И в конечном итоге почему-то все начинают утверждать, да, она же часы потеряла сама. И это утверждают участники судебного процесса. Потом вот это ударил саму унитаз. Аналогичным образом было подано так, что вдруг никто не начинает, никто не сомневается в том, что она действительно падала и ударялась. Хотя нет ни одного ни видео, ни фото подтверждения. Более того, даже эксперт все знают, что такое удариться об такую поверхность. Там остается след именно отображающий рисунок контактной поверхности. Но почему-то начинают говорить, действительно она ударилась об унитаз и это установлено. Хотя никем не установлено. Его способность внедрять эти нарративы достаточно эффективная. Скажите, возможно, мой вопрос сейчас покажется вам несколько провокационным. Я не хочу быть адвокатом Гелла, но спрошу в интересах Гелла. А сама жена, жертва, она из какой семьи? Она тоже из богатой состоятельной семьи, либо из семьи простой как бы? Солтанова. Ну, она из достаточно состоятельной семьи, скажем так. не принадлежат. Не извините, не хочу быть опять же как бы таким циником, но не может ли именно этим объясняться такое внимание к делу, что за него так плотно взялись, потому что та семья тоже очень влиятельная? Ну, сегодня этот интерес к делу демонстрируете уже вы. Его демонстрируют россияне, его демонстрируют европейские СМИ. И вы ведь никак не мотивированы. поэтому... Я хочу сказать, что я тебя пригласил честно, потому что вчера у меня отказалась выступать моя ученица. Я хотел, чтобы она выступила по этому делу. Она узбечка из Ташкента была, я у нее в школе когда-то преподавал. и она тоже возмущалась этим делом, я ее пригласил. И она согласилась, потом она мне написала, что она не может выступить, потому что меня за это дело заклюют. То есть, как эта женщина и рот открывает, еще что-то произносит. Говорящая женщина. Да, говорящая женщина. Вопрос этот, вопрос вот именно права женщин. тут это тоже есть один из элементов того, что обсуждается в обществе, насколько я понимаю. Но я не думаю, что в Узбекистане настолько патриархально. Гораздо более и больше, чем у вас. Ну, возможно, это только в сравнительном плане, но в целом я был два года назад в Ташкенте и там столько было экспертов, женщин, которые выступали достаточно уверенно, с достаточно таких наступательных позиций, что в целом я абсолютно не почувствовал никакой либо робости, никаких либо таких дискриминационных моментов. в Казахстане у нас даже сейчас идет стимулирование гендерного вопроса. У нас квоты на прохождение в парламент при распределении мандатов не менее 30% для женщин и молодежи и местные региональные представительные органы тоже. Затем на госслужбе у нас активно продвигают женщин. Есть так называемый молодежный кадровый резерв президентский. Там тоже большое количество женщин. И мне кажется, что у нас проблем с этим нет. это я даже думаю, что никогда особо и не было. Для нашего общества мне это не казалось когда-либо традиционной проблемой. Насколько я помню, а я хорошо помню ситуацию в Казахстане и кстати у меня есть очень близкие друзья в Алма-Ате в том числе по странному совпадению вот мой друг она декан американского колледжа в Алма-Ате и как раз она защищала докторскую диссертацию по поводу гендерного равноправия в Казахстане. Вот Айгерима Браева. Не знаю, если он говорит, что это фамилия. Поэтому я тут готов чтобы подержать его на руками всю жизнь что я знаком с Казахстаном и бывал в Казахстане многократно 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 я никогда не замечал какого-то усимления женщин в правах. Может быть только потому что я бывал в Алма-Ате в Астане а ну еще как бы в Дзамбуле в Чемкенде я тоже бывал но я нигде не видел чтобы женщины не давали слова и говорили что местная женщина на кухне и так далее Более того Ронкин Малин я тебя уточнил просто что Джамбул сейчас называется Тарас Я даже в традиционном российском обществе видел ведущую роль женщины в семье в Казахстане Я просто хотел уточнить что Джамбул теперь называется Тарас Да да я поставлю Это один из наших городов Мы в прошлом году проводили там семинар Мне пора бежать на форум уже начинается через несколько минут добраться Я хотел сказать единственное заключение сказать что это действительно и вопрос женщин и вопрос элит ну и вопрос законности в Израиле когда-то было председатель Верховного Суда сказал такую фразу Мифхан Абудбуль экзамен Абудбуль он взял самую простую фамилию выходца из Северной Африки и употребил ее то есть если по отношению к нему законы работают так же как представителям более продвинутых секторов более элит секторов тогда все нормально и точно так же мы можем сказать про представителя элит представителя мажоров который попал в суд если по отношению к нему суд так же работает как по отношению к другим тогда с законностью в стране все нормально спасибо я хочу принести вам свою благодарность и некие извинения за то что возможно мои вопросы были чуть-чуть провокативными но это моя функция такая я как бы злой киргиз и вопросы у меня злые спасибо большое спасибо большое что вы откровенно на все ответили спасибо